Здравствуйте! Съемочная группа «Ревизора» прибыла на самый север Ударского района, в село Большая Пысса. Это почти 400 километров от Сыктывкара. Давайте же узнаем, что беспокоит местных жителей. Скажите, какие у вас жалобы есть? С чем сталкиваетесь? Какие проблемы? Проблема в осенне-весенние периоды, когда у нас нет переправы. Ледовая переправа откроют еженедельно продукты, а вот когда осенне-весенние периоды, тогда нет молочки. В основном нет молочки, это естественно привезти не могут. А так все необходимые продукты у нас всегда есть. Это зимой ледовая переправа поздно наладилась, да? А как вы справлялись с этой ситуацией? Что делаете? Значит, на санях. Снегоходах. Снегоходах. Потом до этого берега перевозим, а потом таскаем, нанимаем машину, типа буханки, поднимаем до магазина. И у нас очень большая сумма плати вот только на вот эту переправу. 4-5 тысяч платим. Рисковали через неокрепший тонкий лед перебирались? Конечно. Было такое? Можно поподробнее? Уран один провалился под лед, лед ошелит. Ага, люди проваливались, техника тяжелая? Нет, техника нет, техника нет. Люди тоже, люди умные, зачем будут? Сегодня мы завозим товар, чтобы все было. Так как песок, все было, чтобы. Запасы большие, да? Нормально, потолка 3 месяца выпадает. А фрукты, овощи бывают вообще или только основные продукты? Бывают. А цены, наверное, получается завышены из-за транспортных расходов? Вот смотришь, ездишь в глубинку, вообще ездишь в Косло на 5 метров, все тоже самые цены. Бывают еще у нас ниже. Лекарства все есть в аптеке в наличии? В наличии. В наличии нет, надо заказывать. Заказывать тоже, по заказу. Как не привозят, просто лекарства. Закажешь привозят. Но необходимые лекарства всегда есть. Осенне-весенние периоды начнутся. Мы уже привыкли к этому, и люди уже запас покупают все необходимые продукты, все необходимые лекарства. Мобильность, здесь есть стационарный телефон? Вообще никакой? А как родственникам? Родственникам Весточки как передаете? Письма пишете, что ли? Письма пишем. Письма? Почта работает, наверное. Какие-то попытки были, мобильную связь наладить здесь? Когда-нибудь вообще она здесь была? Установили, вот, малый, где населённый, Политова, Патракова, Латюга, установили мобильную связь. Но он берёт, там, метра 100-200. То есть, когда находишься в самом селе, да? Под вышкой, когда находишься, она сейчас отключили. До вас даже не дошли, я так понимаю. Дети в городе, в основном, сидят в интернете, да, это у них основное увлечение. А здесь-то дети чем заняты, когда интернета нету? У нас есть интернет. Не у всех, конечно, у нас в Архангельской области в 2014 году, если не ошибаюсь, приезжали из Архангельской области и подключили спутниковую связь. Так она, наверное, дорогая, накладная это, да? Сколько? Рублей 800 я плачу в месяц. Ну, нам всё обещает оптиково-волоконную связь. Мы ждём. Сейчас 18-й, переклинули на 19-й. Как обещают, сделаем. А мы ждём. Видите, что всё будет. Хороший интернет, хорошая связь. Отрезано от мира. И когда вам обещают, что присоединитесь к миру? С 13-го года. А там сфотография вот у вас какая-то в руках хотели показать, да? Это насчёт дороги. У нас вот так автобус вытягивают на горку. Это где такой участок? Политого. Это обычный рейсовый автобус, ежедневный, да? Сейчас он приехал только в этот автобус. Ситуацию как решили? Автобус стал ходить в обход, да? Сейчас. Летом этого не будет? И осенью. Но летом он так же буксует? Конечно. Погрязит, да, наверное? Ещё хуже. Ещё хуже. Одним словом, вертикаль. Этот ответственный подъём мы и сами штурмовали по пути. И он реально крут. Местом народного схода стал пятачок перед сельским универмагом. Самое популярное в народе место. Мы же решили, не отходя от кассы, проверить, насколько жители обеспечены товарами повседневного спроса. Вот мы зашли в один из двух магазинов села Большая Пыса. В принципе, всё есть на прилавках. Выбор большой, да и цены приемлемые. Скажите, пожалуйста, хлеб когда вам подвезут? У нас хлеб бывает по средам. Сюда у нас груз. Каждый день у нас по средам груз. Но оплата только за наличку, да, получается? Да, за наличку у нас. На терминал тоже думаем, когда там можно будет. У нас же тоже очень много получают зарплату через карточку. Тоже спрашивают. У нас бы и лучше было бы, и тоже и выручка была бы тоже, можно сказать. Я смотрю, у вас даже счёты сохранились, да? Это советские? Да, да, ещё. Пользуйтесь. Пользуемся. У нас люди как бы всё сюда ложим, все суммы по этим и смотрят. Неприкосновенный запас на чёрный день в этой торговой точке даже не доставали. Вокруг ни намёка на дефицит. Мы решили провести небольшую инспекцию по морозильникам в магазине. А в принципе здесь товара предостаточно. С голоду жители Большой Пысы явно не умрут. Не обошли стороной мы и аптечный пункт. Всё ли из перечня жизненно важных лекарств в наличии? Пока не было рядовой переправы, перебои с лекарствами были? Нет, вяжём. Запасы делаем. Побольше дают нам, скос на нас аптеки, дают побольше на сумму. С угодную и продажу. Но этой зимой переправа появилась гораздо позже. Но позже нам увозим всё равно, на лодке переправляем. А льготные лекарства? Льготные лекарства мы выписываем по рецепту. Выписываю сама и привожу к скос на нас аптеки. Мы заглянули на котельную. Теплом обеспечивается школа, администрация и дом культуры. А всегда ли температура на объектах социальной значимости в норме? Перебои с топливом в этом году были из-за того, что зимняя переправа поздно появилась? Были, но сейчас это всё восстанавливается. Сейчас производится завоз угля. Будет завоз нового котла. В соседних зданиях, которые отапливают котельную, пожаловались, что вроде как будто немножко прохладнее стало. Ну, котлы у нас, так сказать, не очень, ну, они старые уже. И как бы уголь тоже не очень такой хороший. Сыроват был, да? Сыроват, да. И вот, поэтому вот. Ну, а так-то стараемся, поддерживаем. Но экономичный режим не включали, да? Нет, 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 постоянно топим. Чем отапливаете котельную? Отапливаем углем и дровами. Производится завоз углеводров тоже. Ну, так-то всё нормально у нас. У переправы нам попался местный водитель. Самый верный транспорт здесь – внедорожник. Ну, вот мы проехали с Кослано до села Большая Пысо. Это порядка 120 километров. У меня сразу вопрос. Вдруг я сломаюсь в пути? Да, позвонить я никак не могу. Мобильной связи нету. Что мне делать? Были такие случаи? Были. Ара. И чем закончились? На верёвке тащили. Попутка. Ну, то есть люди там ночевали, да? Или машину бросали? Ой, бросали машину. Какая ситуация? Пысо в переводе с коми обозначает игольное ушко. Неудивительно, что и добраться до села не так легко. Сейчас переправа через реку Мизень догоняет привычный график. Благо морозы подоспели. В условиях Крайнего Севера во многом от погоды зависит жизнеобеспечение. На сегодня в республике открыто более 60 переправ. В Удорском районе таких шесть. По заявлениям сотрудников МЧС, толщина льда возле села Большая Пысо примерно 70 сантиметров. А это значит, что преодолевать водную преграду могут автомобили грузоподъемностью 10 тонн. Местные жители, а зимой это около 300 человек, на жизнь вовсе не жалуются. От депрессии тем более не страдают. Они лишь просят администрацию района обратить более пристальное внимание на свои трудности. Пора бы наладить телефонную связь и интернет и выровнять неподъемный участок дороги. Проблемы-то не новые. За комментариями мы отправляемся в райцентр. Следите за ближайшими выпусками «Ревизора» и вы узнаете, чем завершилась поездка съемочной группы на Удору. Уважаемые телезрители, вы присылаете много вопросов не только для юристов, но и узким специалистам. Вот лишь одно из ваших обращений. И касается оно нововведений при использовании материнского капитала. Здравствуйте. Я слышала, что можно будет уже в этом году получать материнский капитал на руки по частям ежемесячно, если семья в нем нуждается неотложно. Насколько это правда? На что можно рассчитывать? С 1 января 2018 года территориальные органы пенсионного фонда приступили к реализации права граждан на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Для того, чтобы получить эту выплату, средний душевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума, которое установлено во втором квартале года, предшествующему году обращения за этой выплатой. Ежемесячно будет выплачиваться сумма величины прожиточного минимума, которая установлена для детей. То есть, если сумма среднего душевого дохода семьи будет меньше, чем 19 914 рублей, семья ежемесячно в течение полутора лет будет получать сумму в размере 12 487 рублей. При распоряжении материнским капиталом именно на получение ежемесячной выплаты размер материнского капитала будет уменьшаться на размер этой выплаты. То есть, это не дополнительная выплата к материнскому капиталу, а та выплата, которая будет уменьшать его размер. Также с 1 января 2018 года средствами материнского капитала можно оплатить присмотр и уход за ребенком дошкольной организации, независимо от возраста ребенка. Ранее распорядиться средствами возможно было по истечении трехлетнего возраста ребенка. Продление программы по материнскому капиталу по 31 декабря 2021 года. Это значит, что семьи, в которых по 31 декабря 2021 года появится второй ребенок, он будет рожден, либо усыновлен, или последующий ребенок, будут иметь право на материнский семейный капитал. Распоряжение средств материнского капитала временем не ограничено. То есть, семья после 2021 года сможет распорядиться по направлениям, которые предусмотрены законом. Напоминаю, в следующих выпусках мы расскажем, как чиновники собираются решать проблему ударчан. Все выпуски ревизора доступны на сайте юрган.рф. С вами был Иван Справедливый. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова